В южных регионах климат более мягкий, и благодаря этому помидоры можно выращивать безрассадным способом, то есть просто прямым посевом в открытый грунт. И конечно же выращивать овощи в таких условиях гораздо проще, нужно лишь просто ориентироваться по окружающей температуре. Но, к сожалению, в нашей огромной стране, в остальных регионах вырастить томаты таким же способом не удастся. Поэтому и приходится сеять их на рассаду, выращивать растения в закрытом грунте и придумывать еще разные уловки для того, чтобы получить как можно более ранний урожай. Именно с этой целью я сегодня буду сеять семена томатов в теплицу и выращивать рассаду не в квартире, а уже непосредственно на даче. И заодно буду снимать видео и описывать все подробности самого процесса. Итак, первым делом сразу отступлю и поясню, что для того, чтобы не остаться без рассады вообще, я в начале марта дома для подстраховки посеяла на рассаду процентов 80 семян. А уже оставшиеся 20 отложила на высадку в теплицу. И вот как только погода позволила и мы пробрались на дачу, у нас это получилось лишь только в самом конце марта, то не теряя времени мы приступаем к самому процессу. Ну а так как у нас в среднем Поволжье в это время еще достаточно прохладно и ночью даже температура опускается ниже нуля градусов, то в теплице тоже не особая жара. И чтобы семена проросли, им нужно создать более теплые условия. Для этого мы заранее еще дома сшили небольшой парник из плотного укровного материала и установили его на среднюю грядку, где и будем сеять томаты. Затем я беру немного плодородной земли, привезенной из дома, рассыпаю ее на грядку, хорошенько проливаю ее из леечки и уже по этой увлажненной поверхности раскладываю семена, стараясь разместить их попросторнее друг от друга. А далее все как обычно, то есть как и при высадке в домашних условиях. Присыпаю посева небольшим слоем такой же воздушной земляной смеси, сверху их увлажняю и накрываю пластиковым колпаком, сделанным из 5-литровой бутылки, а уже сверху закрываю парник из панбонда. Обратите внимание, на первое время крышку от колпака я оставила закрытой, так пока еще нет всходов, под ним влага не будет испаряться, да и в общем температура будет выше. А буквально через 3 дня после посева я эту крышку сниму и уже в таком виде оставлю парничок далее. Ну а если же вы живете на даче, то крышку можно снять попозже, как только появятся первые всходы. Но у меня такой возможности нет, и поэтому, чтобы всходы не сгорели, я это сделаю заранее. На этом в принципе весь процесс посева томатов в теплицу закончен. Осталось лишь дождаться всходов и как только на рассаде появится пара настоящих листочков, распикировать ее на постоянные места и также накрыть каждый синиц индивидуальным колпаком. Кстати, еще раз хочу заметить, что маленькая рассада приживается легче и быстрее, чем переросшая в комнатных условиях. Особенно это было заметно на моих посадках в прошлом году, когда семена на рассаду я посеяла дома в конце марта, а буквально недели через 3 высадила крохотные саженцы в теплицу под такие же укрывные колпаки. Растения чудесным образом прижились, адаптировались, активно пошли в рост и, несмотря на то, что к моменту высадки они выглядели очень слабыми и безжизненными, по сравнению с крепкой большой рассадой соседей, мои кусты быстро догнали их в развитие и выдали хороший урожай. А визуально эти томаты, когда окрепли, имели явное превосходство перед теми, которые я высаживала крупными саженцами. Например, эти растения на фотографиях предыдущих лет высажены крупной рассадой. И обратите внимание, что та часть стебля, что непосредственно у земли, она очень тонкая. И вот это как раз и есть тот стебель саженца, выросшего в домашних условиях. То есть весь куст стоит как бы на тоненькой домашней ножке. А эта рассада выросла в теплице из крохотного сенца. И смотрите, какой у нее толстый коренастый стебель, однородной толщины, начиная от самой земли. И вроде бы без урожая не остались ни в том, ни в том случае. Но так как стебель это основная часть побега, и это есть проводник питания к плодам, то в целом именно он отражает здоровье растения и как следствие его потенциал. Поэтому буквально через недельку, не дожидаясь полноценного тепла, я буду высаживать на постоянное место и домашнюю небольшую рассаду помидоров, укрывая их индивидуальными парниками. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok